Мы обсуждали путь к войне, есть два пути к миру, один через победу, второй просто путь к миру, без победы, именно к компромиссу. Кто рассматривает через свою победу, забывает, что можно рассматривать и через поражение. Наплевать на все идеалы, о которых там говорится, о каком-то нелепом патриотизме. Где вы были, когда отдали за бесценок наше ядерное оружие, наши самолеты, которые могут долететь до Америки, распилили в Нежине. Где мы все были? Мы молча кивали, наши правители их распилили, сейчас так пилят наших солдат. Если третиклассник пытается угрожать десятикласснику, он должен понимать, что он погибнет. Либо ему надо какую-то хитрость изобрести для того, чтобы выжить, если вот непосредственно драка, чтобы как-то вернуться домой. Вот эта хитрость и есть. Можно отдать территорию на какой-то период. Если через... Мы ведь все-таки как-то живем цивилизованно, прекратим сейчас обстрел, отдадим им территорию. И через 5-10 лет будем ездить туда так же, как в фашистскую Германию. С кем мы там еще воевали? В Японию. Меня там прекрасно встречали. Во Вьетнаме, в обоих Вьетнамах, по Китаю, по всему можно пройтись. Точно так же можно пройтись будет и по Донбассу через 5-10 лет. И давайте прекратим, Яков совершенно прав, просто прекратим войну. Давайте поднимем с себя образование. Вы совершенно правы насчет образования. Мне непонятно, почему. За то, чтобы изменить наше образование. Так переживал американский посол. И Литвино писал, боже, как хорошо, что теперь ваши дети в школе будут ставить галочки, а не отвечать на вопросы. Будет тестовая баронизация. Ну вот... Ваш рецепт прост. Просто прекратить убивать. Прекратить убивать. Сесть за стол переговоров. Инструмент. Уже есть Минские соглашения. Ядерного оружия у нас нет. У нас есть... У нас есть только 20 ядерных реакторов, которых... Ну, мы можем только себя взорвать. Продолжение следует...